относишься. Ну, как бы... Огромной любовью. Просто, мне кажется, иногда исполнение чем-то похоже бывает. Может быть, да. Так это с шести лет это же папа привёз пластинку однажды на концертах Владимира Высоцкого, шестая часть. После чего он мотался во всей стране, ну, он работал в Казахстане на эрго-ремонт, а в конце 80-х жёсткий дефицит, поэтому мелодия, допустим, «Молодого Маку» выбрасывали там шестую, седьмую, допустим. А чтобы купить там первую и вторую, это только там в Киеве в мелодии можно было. Уже даже в Москве в этом фирменном магазине мелодии уже как бы вот так не тряхи и всё не купить. Вот, и поэтому, благо, папа часто ездил в командировки и скупил всю коллекцию на концерт с Владимира Высоцкого. И вы, наверное, были знакомы с такой женщиной Еленой на Александровну Соларенову. Да, я же как-то имел честь побывать в неё дом, вот здесь на морской. И она меня пригласила, сказала, как привозить свои тексты, и сидела, как очень долго и сочтудировала. Я потом, естественно, воспользовался всеми этими направлениями. Вот, мы с ней поговорили. Она говорит, с чего всё началось? Я говорю, я считаю, что всё началось с Высоцкого, безусловно. Она говорит, сколько тебе было лет? Шесть лет. Я говорю, я не знаю, что я могу понять вообще у Высоцкого шесть лет. И Елена Александровна сказала, ну, скорее всего, шесть лет заинтересовал, безусловно, тембр голоса. Это гипноз какой-то, да? Вот этот голос убирает на голос. Не супер, естественно, вокальных дамок, не певет, ничего. Вот этот хрип. А впоследствии уже, конечно, там, старшим классом сознанием и с большой любовью к этим предметам истории русской литературы, ну, и вообще уже какая-то своя жизненная практика и опыт позволили начать понимать, о чём, собственно, Владимир Семенович пел. И эта любовь сейчас у нас переросла и в том смысле, что в Петербурге есть прекрасный человек по имени Александр Чернецкий, которому, мне кажется, и начали дружить. Это сошлось у нас на очень похожей любви к Высоцкому. И мы раз в два года в Барселоне 25 июля и 25 января проводим концерты по низу, которые у нас выстроились в целую хорошую такую большую программу концертную с ведущими. Я к этим концертам отношусь настолько тепло, что, наверное, это единственные концерты в Барселоне, которые проходят в классическом понимании, что такое сборный сходный концерт. Это когда ведущие, это когда сценарий заранее пишется, это когда заранее мы все оговариваем, кто хотите будет песни петь. Нас всегда поддерживает Рельси Смирновский, группа Кафе. Нас поддерживает Солнце Хмар, группа Андрея Федичко. В этом году нас поддержали и многородние наши большие друзей в Феджи клуба и из Нижнего Новгорода специально приезжал, чтобы выйти на эту сцену из полностью Высоцкого. Поэтому мы все по разным относимся. Многие считают, конечно, что лучше Высоцкого Высоцкого никто не споет. Но мне кажется, что зачем мы это делаем, мы все равно несем, не только культурную работу себе, но и просветительскую. И все равно приходят молодежь, все равно приходят новые люди какие-то, которые в свое время не сделали на это акцент, не узнали то или иное. Это очень хороший прием, когда есть возможность показать в той же публике группы из Феджи, допустим, что Антон Пух, он не только секс-писан услышал, все использует. Он еще Ивана Масилоновича неплохо знает, потому что не раз было, когда они у нас отдыхают, ночью у нас на твоем листе в баре, какая-то песня начинает играть, и многие люди, которые здесь сидят, работают в абсолютно разных музыкальных стилях. И поклонники, молодежь, я надеюсь, что они тоже могут также разнокланово начинать развиваться. Но как мы в свое время, когда мы из-за поем читали интервью Бориса Гребенчукова, и когда мы с него просто изливались книги, авторы, композиторы, певцы, музыканты, мы же это все начинали потом тоже слушать, читать, смотреть фильмы, читать книги тех авторов, которые они называли. КОНЕЦ КОНЕЦ